Вам будет гораздо легче достигать цели своих задумок. Как мне попасть вот в эту жизнь и как мне вообще начать туда идти? Это конкретная картинка, понимаете? Это конкретная картинка, и вы сможете ее взять как ориентир такой. Приветствую вас, добрый день всем, доброе утро. Мы с вами на Витамин Эфире. Я Таня Давыдова, женский психолог. И сегодня мы с вами говорим на очень интересную тему, увлекательную тему. Как правильно мечтать. И это очень важная тема на самом деле, потому что если мы научимся, если мы поймем принцип и внедрим это в собственную жизнь, то нам будет гораздо легче достигать цели своих задумок. Пришла нам какая-то идея в голову, и мы сможем ее реализовать, увидеть в нашей практичной жизни, это, конечно, очень классно, потому что, мне кажется, люди, которые осуществляют свои мечты, и я себя, в принципе, отношу к этим людям, мне кажется, это очень большая радость и большое счастье, потому что это ощущение, что ты можешь жить ту жизнь, какую ты себе придумал. И сейчас я обратилась к вам в чат за тем, что о чем мечтаете вы, и получила ответы от гармоничных отношений в семье до интересной работы, про отношения с мамой выстроить, про то, как заботиться о себе, про то, как научиться себе не отказывать, про интересную работу, про совмещение занятия любимого, для того, чтобы получать от него деньги. И вот Юлия пишет про то, что глобальная мечта – это именно такая про образ жизни, когда есть и работа интересная, и баланс есть в семье, и вы и там, и там, и вам с этим классно и гармонично. Это, конечно, здорово, потому что это некий образ жизни получается такой. Вот. Я, ну, нужно сказать, большой практик в этом деле, то, что касается мечт, потому что они всегда у меня были, и я просто раньше не понимала, каким образом их реализовывать, да, но в голове в моей копошились, я бы так сказала, какие-то мысли про то, какую бы жизнь я хотела жить. И помню, что был такой период, когда мне казалось, что это, ну, между нами пропасть просто, да, то есть между той жизнью, которую я себе бы рисовала в мечтах своих, и между тем, что у меня фактически было, была просто пропасть, да. Я была, скажем так, в неком таком вопросе, а как мне попасть вот в эту жизнь, и как мне вообще начать туда идти. И вот сегодня то, что я вам дам, на самом деле, это такая ключевая техника, которую я делаю со своими, с людьми, которые приходят ко мне в индивидуальную работу, да, мы с ними прямо попроживаем, это делаем более так глобальным, скажем, серьезно, да, но способ, да, он такой же, который позволяет как раз понять вот этот принцип, понимаете, понять вот эту суть того, как правильно из мечты протянуть мостик такой, да, чтобы вы смогли по нему пойти действительно в свою жизнь. Давайте сейчас поговорим вот о чем. Вот самая главная, наверное, мысль, которую важно услышать, да, что мечта – это всегда картинка, это обязательно образ, потому что бессознательное наше, оно говорит на языке образов, как картинок, понимаете, а оно нам, как бы его вот участие нам очень нужно, да, потому что просто на уровне головы, что я хочу хорошую работу или мне нужны хорошие отношения, это просто некий текст такой, понимаете. Если у нас нету образа, картинки, то мы не можем к ней прийти, поэтому самое первое, что вам нужно сделать, подумать, как выглядит ваша мечта, да, вот вы пишете «классная работа», вот как выглядит классная работа, что это такое, да, как выглядят ваши хорошие отношения в семье, какая вы в этих отношениях, да, что это за отношения, как выглядит ваш новый образ жизни, когда вы в балансе, вот что это такое, да. Мы не можем достичь того, что мы не видим. Поэтому на самом деле обычно мечта – это некая комбинация того, что мы в жизни увидели, понимаете. Мы редко, когда придумываем что-то совершенно, там, не знаю, того, чего нету, да. Поэтому я говорю всегда, что ищите, пожалуйста, примеры людей, образ жизни, которых вам нравится, достижения, которых вам нравится, потому что это конкретная картинка, понимаете, это конкретная картинка, и вы сможете ее взять как ориентир такой, да. Девушки, поставьте просто плюсики, и все, кто меня сейчас смотрит в записи, да, подумайте, пожалуйста, от вас я жду плюсиков, если у вас есть четкий образ мечты. Давайте сделаем так, по десятибальной шкале, вот 10 баллов я прямо вот звук вижу, запах чувствую, вот прям картинка яркая, прям я понимаю, что такое классная работа, я понимаю, какие это хорошие отношения, я понимаю, какой я быть хочу женщиной, я понимаю, какие-то отношения с моей мамой, да. Вот 10 баллов, это, знаете, как будто бы вы фильм видели, и вы точно понимаете, вот что вот такие герои, вот такая была погода, вот так это происходит, да. Там один балл, это все в тумане, вообще понимаю, что хочу каких-то отношений, но как это, что это, и не понимаю, да. И вот пишите, пожалуйста, свои оценочки, а вы просто тоже подумайте, Потому что от яркости, от четкости, конкретности картинки зависит на самом деле то, насколько вы легко и быстро реализуете. Первое, что нужно делать, это надо работать с картинкой, с четкостью, с яркостью, с понятностью для вас. Прям ищите примеры тех людей, вы же не велосипед изобретаете, понимаете? Кто-то же до вас уже реализовал эту мечту, кто-то же имеет эти отношения, эту работу, этот баланс. То есть это же есть уже, и вам нужна просто некоторая модель. И еще почему именно важно иметь картинку, а лучше 3D такую картинку, когда там есть и ощущения, и звук, и запах. Ну, как будто бы фильм, знаете, как будто бы вы в фильм заходите, понимаете? У вас там вот есть видео, аудио, ощущения. Вот это вот очень важно, потому что, я уже говорила еще раз, акцентирую на этом, что мечта, понимаете, это и не что-то на уровне разума, это и не какая-то вот такая просто наша мысль, потому что наша голова напичкана стереотипами. А мечта – это что-то, понимаете, из нашего, скажем так, из детской части нашей, да, это наши эмоции. Обычно зачем мы хотим, зачем у нас есть мечта? Она связана для нас с эмоциями, понимаете? Мы не просто хотим классную работу или не просто хотим хороших отношений с мамой или нового образа жизни. Мы же зачем это хотим? Мы же хотим пережить определенные эмоции, правильно? Спокойствие, гармонию, силу, уверенность, радость, понимаете, удовольствие, какое-то ощущение счастья. Мы же за этим идем, да, в цель, в мечту. Мы идем за ощущениями. Ощущение – это не отсюда, понимаете? Это не отсюда, это отсюда. Это из интуиции, сердца, вот из нашей, из нашей такой творческой детской части. А это, это в бессознательном. И оно говорит на уровне образов. Вот, поэтому нам с вами нужен образ именно. И если вы сейчас посмотрите на айсберг, или вообще, да, ну, представляете себе айсберг, вот это, как бы, структура психики нашей, да, часть, которая над водой – это наше сознание. Это то, что мы с вами понимаем, осознаем, и нам кажется, что мы действуем из этого, да, вот из этой небольшой части. На самом деле это 10% то, что у нас осознанно. А 90% – это сайм айсберг, это то, что в бессознательном, в предсознательном находится, да. Это то, что мы даже не понимаем, не отслеживаем. Но образы, они именно оттуда вот идут. И если мы правильно сделаем образ, то мы можем, как бы, направить вот эти 90%, понимаете, в нужную нам сторону, да. Это, понимаете, как вот первая реакция, она приходит раньше, чем осознанная. Допустим, у нас падает хлеб с маслом, или, не знаю, там, крышка, или что-то такое происходит, и у нас первая мысль – вот упадет он маслом вниз, или маслом вверх. Мы еще не успели проанализировать, там, да, но у нас есть уже какой-то вот ответ. Вот это то, что в бессознательном, то, что мгновенное, то, что, понимаете, то, что, как бы, больше нас, и то, что мы не можем контролировать. Но мы можем это направить. Вот эту силу всю 90% мы можем использовать себе во благо. И люди, которые умеют это делать, конечно, идут по жизни гораздо более легко, и вот интересно, и быстро, да. И сегодня я вам вот об этом расскажу. Должен быть образ, яркий, четкий, понятный, как фильм. Если его нету, если у вас, вот, там, 5, 6, 3, 2, то ваша голова, вот этот ваш айсберг, он не понимает, понимаете, курс, т. траекторию. Теперь вторая вот очень важная вещь. Давайте сейчас сами как-то почувствуйте разницу, да. Сейчас я выписываю прикольный сок. Почувствуйте разницу. Вот возьмите сейчас, пожалуйста, конкретную вашу мечту, которую вот вы мне писали в начале в чат. А те вот люди, которые меня смотрят в видео, сейчас подумайте, пожалуйста, о чем вы мечтаете вообще, да. Что вам важно в жизни? Отношения, новый уровень финансов, баланс в жизни, да. И интересная работа. Ну, то, что вот вам важно, да. И подумайте просто, да. Я вам сейчас вот приведу пример, а вы потом это сделаете, и вы прямо почувствуете разницу. Вот представим себе, что я мечтаю про какую-то большую просторную квартиру, допустим, да. Я вот ее мечтаю, сижу, представляю, какая она эта квартира. Вот такая-то площадь, вот такие-то окна, вот такая-то она светлая, вот такой-то вид. Есть я, есть отдельно квартира, которую я представляю, да. Какое ощущение? Ну, вот что я представляю квартиру, да. А теперь представьте себя, вот в этом нужно ощутить разницу, да. Представьте себя владелицей этой большой просторной квартиры. Что меняется? Все меняется, да. Все меняется. Я владелица этой квартиры. Внутрь приходит другое чувство совсем, понимаете. Другое состояние. Потому что я владелица, это другой уровень энергии, чем я мечтающая о квартире, да. Понимаете, в чем разница? Когда мы понимаем разницу и ощущаем ее, тогда мы этим можем поправлять. Прямо представьте, пожалуйста, что вот ваша мечта осуществилась, и вы как будто, знаете, в будущее переноситесь, и там вот есть вы, который уже с ней, вот у нее уже все это произошло, и для нее эта форма, да. Вот представьте, пожалуйста, вот это, и зафиксируйте ощущение, что вы там испытываете. Вот что это, когда у вас ваша работа приносит вам, ту работу, которую вы любите, приносит вам доход высокий, да. Ну, тот, который для вас высокий. Как это быть в балансе? Как это быть в классных отношениях? Как это выйти замуж, родить ребенка? Или что-то еще, да. Вот. Пожалуйста, вот прямо перенеситесь в эту точку, и зафиксируйте эти ощущения. Почему это важно? Потому что вот эти ощущения, это то, что отличает вас в теперешнюю, от той, которая с мечтой. И повторяя эти ощущения, вспоминая эти ощущения, действуя из этих ощущений, вы сможете пойти к этой мечте, потому что это женщина, у которой вот эта классная работа, или вот эта классная квартира, или эти отличные отношения, она иначе действует, понимаете? Она иначе говорит, она чуть-чуть иначе поступает. У нее другая стратегия. И вот через это ощущение вы можете, понимаете, как можете прикоснуться к этому. К сожалению, через формат вот такого видео мне очень сложно прям вот как-то это прям вот описать более точно, потому что я и не вижу вашей обратной связи, да, вот реакции, да. Индивидуальная работа в том ее и плюс, что как бы, да, это некий диалог такой. Но мне кажется, что мне получилось передать вам суть. Вы представляете эту мечту, которая у вас есть, уже реализованной. Первое, вы ее, во-первых, достраиваете для того, чтобы у вас было 9-10 по вот этой ясности, по четкости, как картинка. Должна быть очень такая прямо узнаваемая вами. И ловите вот это ощущение, да. И вот это есть присвоение, да. То есть когда вы понимаете, что да, это мое, я туда иду, и однажды я там обязательно буду. Как бы, знаете, происходит такое ощущение, что да, действительно, это я. Действительно, для меня это важно. Вы как бы еще раз так, знаете, переподтверждаетесь, да. Вот у меня, допустим, могу рассказать, вот личный опыт, у меня всегда это происходит, я прям знаю это ощущение, я его, ну, как бы, за годы про практики я его прям уже узнаю. Когда я просто вот о чем-то думаю, мне кажется, что вот есть я, да, и вот есть вот этот план путешествий, или план какой-то поездки, или там новый проект какой-то. Ну, вот, и что-то, как бы, есть я, и вот есть оно, да, когда вот я отдельно. А когда потом я представляю, как я это сделаю, как это будет, что это даст в моей жизни, такое ощущение, знаете, что мы как бы схлапываемся, вот так вот, да, и я принимаю это взаправду, что да, действительно, это мое, я поняла. И это такое вот ощущение, что все, что все, вот я понимаю, я иду. И в чем отличие, сейчас я вам дам еще третий, очень важный фактор, в чем отличие? Знаете, есть люди, которые отдыхают в мечте своей. То есть им приятно посидеть, помечтать, знаете, отдохнуть вот так вот, да, помахать этой мечте, и потом прийти в свою обычную жизнь и жить по-старому. То есть это просто отдых такой. Знаете, как люди смотрят сериалы, там, да, переживают какие-то эмоции, которые не имеют отношения к их фактической жизни, да, они, ну, просто там вот отдыхают, да. И то же самое иногда у нас происходит с мечтой нашей. Там мы просто отдыхаем. Мы как бы и не за правду, понимаете, мы и не думаем, что мы там окажемся, мы и не... То есть на осознанном уровне, вот эти 10% Аппайсберга, наверное, мы думаем, что это действительно наша мечта, но 90% наших процентов понимают, что мы там просто отдыхаем. И как это отличить, да? Вот в чем разница? В очень простой вещи. Если это мечта для отдыха, то вы поотдыхали там, пришли и ничего нового и не делаете. Но если вы действительно, как вот я вам сейчас рассказала, почувствовали, присвоили, что да, это мое, я всерьез решила эти отношения с мамой изменить, я всерьез решила эту новую работу классную найти и быть там, понимаете, тогда возникает действие. Тогда у нас прямо, знаете, как бы такой зуд возникает, что ага, ну так все, окей, нужно же делать. Я это увидела, и прямо вот руки чешутся, понимаете? И вы сделаете первый шаг. Правильный, правильный процесс мечтания, он должен оканчиваться действием. Оно может быть маленькое, это звонок кому-то, это что-то вы запланируете, я не знаю, это пост вы выпустите, это разместить, посмотреть, какие там сайты знакомств есть, если у вас есть такая цель, там выйти замуж, допустим, да? То есть это что-то, что-то может быть маленькое совсем, но оно в ту сторону. Вот этим отличается, в заправду мы это делаем, или просто отдыхаем по мечте. Спасибо вам большое. До новых встреч на витаминных эфирах. Прощаюсь, пока.